Все страхи, все эти вот паники внутри в сердце, это означает неправильный контакт с этим миром. Человек должен учиться видеть хорошее больше в тысячу раз, чем плохое, тогда у него будет баланс. Как диагностировать судьбу? Вот допустим, вы все астрологи, там разные ясновидящие, вы начинаете предсказания слушать, и там постоянно страшилки. Что это значит? Это значит, что они не видят судьбу. Потому что, чтобы увидеть судьбу, надо в будущее смотреть с огромным счастьем и потенциалом радости. И тогда ты сможешь трезво видеть и хорошее, и плохое. Потому что, когда ты видишь только плохое, то тогда ты не можешь быть трезвым. Точно так же в человеке надо очень сильно видеть хорошее, и тогда ты станешь трезвым. Некоторые говорят, я рационалист, я и плохое вижу, и хорошее. Нет, ты не рационалист, ты плохое видишь в 5 раз больше, а хорошее в 5 раз меньше. Почему? Потому что ты думаешь, чтобы видеть одинаково, нужно одинаково видеть. Чтобы видеть одинаково, надо в 5 раз больше видеть хорошее, и тогда плохое ты будешь видеть правильно в человеке. Вот это и есть трезвый взгляд. Потому что плохое засасывает, оно приковывает к себе. Как смотреть на свою судьбу? Смотри в 5 раз больше на хорошее, а на плохое в 5 раз меньше, и тогда ты трезво будешь видеть свою судьбу. Если ты хочешь пользоваться знаками судьбы, то именно так должен мыслить. А если ты сильно боишься плохих знаков, тогда ты никогда не сможешь увидеть знаки судьбы. Это невозможно. Только когда ты сильно настроен положительно на судьбу, тогда ты трезво будешь видеть судьбу. А положительно означает связь с Богом. Некоторые люди природу любят, они положительно настроены. Другие люди любят людей. Бог действует через людей также. И у них своя сила. Те, кто на природе сильно настроены, у них здоровья много в жизни. Те, кто верит в людей, у них очень социальная сила большая. Это вера в людей дает человеку мужа, жену, работу, положение в обществе. Это любовь к людям дает человеку такую силу. Если он в прошлой жизни это культивировал, то он в этой жизни все эти блага получает. Может в этой жизни обнаглеть этот человек. Но при этом блага все равно есть. Они будут таять. Чем больше наглеет человек с людьми в отношениях, тем меньше у него сил сохранить то, что он имеет. Чем больше доброго делать, тем больше сил.